МАА, МММММММММ Готово? Готовмо? Всё, всё Угу, так вот Так, сейчас поды... КАК! Дилички, ребятишки, с вами снова Нет, сО сначала. Нужно поздороваться, но я сейчас с мамой Буду записывать свой первый ролик. Наконец-то Она согласилась. Мам, посмотри в камеру Нужно в камеру смотреть, мам Посмотри в камеру, мам, пожалуйста Я же тебя просил поскорить. Только на украинском Я разговариваю, не нужно там САЛО-ГОРРИЛКА! Я П чтоу, пидманула-пидвела Ну просто мы дома, кто не знает, с родителями на украинском разговаривать, я все же не как украинец, если кто-то не знал. Мам, посмотри в камень. Это колымага старая еще и звонить умеет. Алло? Ага, да. Ага, я слушаю, да. Костя? Ага, ну, ну. Ну. А, да. А что дальше? Ага. А дальше что, ну? А она что сказала? А он ответил нормально, да? Все нормально? Ага. Ага. То есть все по рукам, да? Все нормально? Ага. Костя, если ты думаешь, что сейчас кто-то понимает, что ты там говоришь, ты очень сильно ошибаешься. Ты просто говоришь. И все, ты не разговариваешь со мной. Спасибо большое тебе, Костя, до свидания. Не человек, а проблема в заднице. Я понял, что Костя хотел, хоть Костя, в принципе, никогда не разговаривает, но зато я понял. Кто приходит на мои стримчанские, тот, конечно же, молодец. Кто не приходит, тот дебил. Ну, не в том смысле то, что я хочу с кого-то оскорбить, а в том смысле то, что дебил в плане того, что те люди очень много пропускают. Почему? Потому что на прошлом стриме мы решили с подписчиками, что мы заведем себе новый бизнес. Ресторан, это, конечно, хорошо, но нам нужны бабки мани, 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 мани. Потому что дача. Дача нас ждет, гриль ждет, бассейн ждет, джакузи с телочками. Только, Катя, не говорите. Ждет. Я шучу, никаких телочек там не будет. Одна телочка. Жена Геннадия Петровича. А че, хорошая мадам, хорошая бабушка, всегда мне нравилась. А какой бизнес, а? Какой бизнес? Ай, какой хороший бизнес, потому что у меня уже улыбка просто не слезает с лица. Потому что я для вас приготовил кое-что отпадное. Мы с подписчиками... Кстати, жопа. Я примерно уже последние несколько месяцев ни разу не просил у тебя поставить лайк. И мне просто стало интересно. А кому-то еще интересна рубрика «Жизнь ютубера», потому что, если вы заметили, я больше не прошу лайки. Потому что, ну, это выпрашивание уже заколебало и меня тоже. Но все же, за последние несколько месяцев, Костянчик, дарова, я попрошу тебе поставить лайкусики. Покажи мне нашу мощь. Покажи мне мощь перцев. Мне реально интересно узнать, сколько лайков наберется на этой серии. Если много, то я продолжу записывать «Жизнь ютубера», а если немного, то... Я продолжу записывать «Жизнь ютубера», мне же нравится этот сезон. А подождите, а у меня такой вопрос. А почему никто клиентов не обслуживает? Ну ладно, сидите здесь. Ты там... Ага, 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 да. Клиенты, мелкие клиенты, не будешь готовить, обратно в детдом тебя сдам. Ага, даю тебе две минуты. Смотрите, что я с ними подготовил. Мерч! Да, 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 да. И Костянчик только что мне позвонил и сказал, что он договорился с риэлторами. Короче, ситуация такова. Я хочу купить себе здание и открыть там магазин одежды. И в этом магазине одежды я буду... О, кстати, вот уже, да, наконец-то появились вывески, за сколько я могу купить эти магазины. А в этих магазинах одежды я буду продавать свой личный мерч. И в этой серии я вам покажу первые две вещи, которые я подготовил. Свой эксклюзивный мерч прямо в Майнкрафте. Эта халупа стоит... Четыре стака золотых монет. Здесь работает этот Гопарио, если кто-то помнит, это было, я уже даже не знаю, 20, 30, 40 серий назад, который торгует палеными шматьями. Да, здорово! Да, здорово! Японам... Он до сих пор продает костюмы Луи Виттон. Пиджак, штаны, ремень, корона. Вообще не развивается ни в какую сторону. Поэтому я через Костянчика предложил ему выкупить это здание. И он за это здание хочет четыре стака золотых монет. То есть, вот этот первый этаж и вот этот подвал. Я, конечно, на стриме еще планировал то, что на втором, вот-вот-вот, вот этом этаже я сделаю там отдельно мужскую коллекцию, на третьем этаже я сделаю отдельно женскую коллекцию. Но за эти этажи, как бы, нужно же платить тоже. Первый этаж, подвал за четыре стака золотых монет. Также я подумал, а что, если мы выкупим то самое здание, которое уже на протяжении всего сезона жизни Ютубина захвачено неким ужасным существом. Здорово ядрить колотить. Ах, кивнуло мне. Странная овца. Я все же склоняюсь именно к этому зданию. Есть некоторый ряд причин. Это самое первое здание на входе в жизнь Ютубера. То есть, как только сюда будут приезжать какие-то туристы или кто-то будет возвращаться с работы, он увидит то, что здесь будет огромная вывеска, мол, магазин Эдисона. Да, конечно... Я могу зайти внутрь? А, нет. Да, конечно, он не обустроен. Здесь два этажа как будто соединены. Мне нужно будет потом это все распределить. Мне нужно полуделать, мне нужно сантехнику провести, мебель купить, дезинфекциовать тараканов провести, злых духов выгнать, отмыть пиписяки бомжей, которые здесь ночевали. Много всего, в общем. Но зато здание очумительное. Первое в городе. И стоит на один стак золотых монет меньше. Да, конечно, то здание уже обустроено, но я не знаю. Я сейчас пойду показывать вам свой мерч, но я хочу узнать твое мнение. Как ты думаешь? Напиши, пожалуйста, в комментах, какое здание лучше. Там, где гопарь за четыре стака золотых монет, или там, где овца. Овца, походу, это владелец этого здания. За три стака золотых монет. За какое здание будет больше голосов в комментах, то здание мы с вами и выберем. А пока Костянчик согласился. Костянчик согласился быть моей моделью. Поэтому, Костянчик, сейчас подожди, я тебе красный ховрик сделаю. Ой, Костянчик, сейчас будет просто по подиуму ходить. Как бы, как-никак презентация, презентация моей новой первой коллекции. И я очень сильно надеюсь, что она всем понравится. Костянчик, сейчас подожди. Раз, два, три, четыре. Сюда, сюда. Ой, Костянчик, ты прям как принцесса будешь. Как принцесса будешь. Ты готов? Если готов, тогда я тебе даю свою первую шмотку, а потом я покажу вторую. Костянчик, выходи, как только будешь готов. Ой, идем смотреть. Мне уже не терпится вам показать. Ща мы все заценим. Вы, вышел? Костян, давай, 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 не стесняйся, Костичка. Иди к нам, иди к нам, дорогой. Здесь никого нет, здесь только я, и подписчики. Смотри, зажигает-то как, зажигает. Ты, походу, вообще профессиональная модель просит. Давай, давай, Костя, давайте. Похлопаем Косте все в комментах. Костя, ты огромнейший, молодец. Вот только посмотрите, вот только посмотрите. Мой официальный мерч. Возможно, реально кто-то не знает, но у меня реально есть мой официальный мерч. Именно вот с этим, при том. Ссылочка на мой магазин есть в описании. Но я еще решил открыть это в Майнкрафте. Костян, Костян, давай, давай, давай. Потопало обратно, потопало обратно. Но если вы думаете, что это все, это совсем не все. Потому что сейчас я вам покажу вторую свою одежду. Вы готовы? Костя, не мешай. Сейчас моя очередь. Я понимаю то, что тебе хочется славы, тебе хочется внимания. Тут аплодисменты тебе в комментах. Ну, сейчас подожди. Чёрная футболка с двумя перцами на спине. Но это еще так же не мешай. Костя, не мешай. ПА! Э! Как? Как тебе? Как тебе? Как тебе такое? Мое официальное лицо на футболке. Как будто оно, конечно, может отпугнуть или наоборот напугать просто до усрачки. Можно даже так сказать. Потому что лицо, конечно, нет для слабонервных. Не каждый сможет вытерпеть такой шок при его виде. Костя, не мешай, пожалуй. Опа, зажигай. Зажигаем, Костя. Зажигаем. Подождите. Я не могу записывать нашу серию, пока я смотрю сам на свое вот это лицо. Я не скажу вам, где я откопал вот эту свою фотку, но я ее сделал очень давно. Микас, это реально хорошая идея для того, чтобы... Сделать в свой мерзь. Меж язык начал запитаться. Костянчик, иди сюда. Пойдем с тобой. Я тебе кое-что покажу. Костя, не крутись. Посмотри на меня. Костя. Посмотри на меня. Вот, вот. Мы просто с Костей прикидываем, как это будет выглядеть, если Костя будет работать у меня. Манекен. Костя, не шевели задницу эту. Костя, на меня посмотри. Костя, я... Ой, ой, я здесь. Костя, посмотри... Короче, Костя у меня будет манекеном. Живым. Знаете, магазин покупает себе обычных манекенов и надевает их в одежду. Но это в прошлом веке. У меня живые магазины будут. Костя, короче, 2-4 на 7 будет стоять на витрине и просто рекламить мою вторую коллекцию одежды. Костя, тебе, кстати, идет. Мне кажется, это страшная рожа всем подойдет. А еще, кстати, мальчики. Обращаюсь к вам. Какие мальчики? Мальчики у кого-то там у других на канале. Мужики, пацаны. Покупайте эту футболку. Показывайте вот эти усики. Девушке, которая вам нравится. Она ваша. Хоть замуж ее зовите. Ведь все мы прекрасно знаем. Что усик самый лучший пропуск в трусилямбе. Ну, что-то не в моем случае. Я девушку-то себе нашел 23 года. Хоть усы у меня уже лет 5. Даже больше. 7 даже. Нет, что-то не работающий какой-то способ. Не верьте. В общем, Костя, тебе здесь нормально. Да, ну давай. Я надеюсь, ты подружишься с хозяином этого заведения. А я пойду к нашему мелкому другу повареночку. Ой, слушайте, ребят. В прошлой серии такое было. Мы в прошлой серии с вами заработали больше, чем 2 стака золотых монет. Если кто-то вдруг не знает, как мы это сделали. Надо мной сейчас появится подсказочка. Посмотри обязательно предыдущую серию. Опа. Нажимай. Смотри и возвращайся сюда. Потому что в прошлой серии мелкий такое вытворял, ребята. Такое вытворял. Вы себе даже не можете представить. Мелкий, ты будешь еду... Чё тебе надо... Да... Я тебя где-то видел, а? А, тут красавчики из школы, да, пожрать? Ты смотри, как выкабанил. Ты смотри, вырос так, вырос так как. Что вам нужно? Один бургер и одна кока-кола. А вам... Одна пицца и одна кока-кола. Мелкий, я понял твою проблему. Сейчас, давайте мы быстренько... Что за... Опять это аном... Аномалия. Ядрить, колотить, у меня опять всё сломалось. Ты небось здесь опять абрукадабру свою использовал? Гарри Поттера пересмотрел. Лампа в воздухе летает. И сахар. Две кока-колы. Готово. Сейчас, подождите, я ещё бургер сделаю. Мясо, сковородка и тост. И у нас получается бургер. Мелкий, не будешь продавать бургер, реально сковородкой в лицо получишь. Извините, пожалуйста, за задержку. Вам что нужно? Одна пицца и одна кока-кола. А вам одна кока-кола и один бургер. Приятного аппетита. Аппетита. Если что, можете стейк сырой захавать. Мне кажется, нужно будет нанять какого-то официанта. Потому что повар у нас есть, но только еду некому разносить. Мелкий вот даже вообще перестал работать из-за этого. У меня был ещё некий план на эту серию. Но я так подумал, что лучше это сделать в следующей серии. Мы кое-что с вами купим. Ну или продолжим копить на магазин. Выбирай, выбирай в комментах, какой магазин тебе больше понравился. А я, ребятки, с вами прямо сейчас буду прощаться в этом новом моём мерче. Каждому скажу огромнейшее спасибо за поддержку. В некий век у меня не интригующая концовка в жизни ютубера. Но это даже хорошо. Потому что мы с тобой можем нормально погореть. Я тебе ещё раз скажу огромнейшее спасибо. Подписывайся на канал, если ты ждёшь новую серию жизни ютубера. Я тебе... Сраная вебка, когда ты уже перестанешь падать? А стой, пожалуйста, на месте. Спасибо. Да иди ты в жопу уже! Субтитры сделал DimaTorzok